5 крупных ошибок в тренировке трицепса Избегая этих распространенных ошибок, вы сможете лучше изолировать трицепсы Убережетесь от травм и получите солидную прибавку в мышечной массе и силе В таких упражнениях, как жир к штанге узким хватом в положении лежа и отжимания между параллельных брусьев Локти лучше удерживать как можно ближе к корпусу А выполняя разгибания рук со штангой из-за головы в положении стоя или разгибания рук со штангой в положении лежа Просто старайтесь не разводить локти в стороны Когда вы разводите локти в стороны, то в работу активно включаются грудные мышцы и забирают часть нагрузки у трицепсов Выполнение жима штанги узким хватом в положении лежа требует, чтобы вы разместили кисти рук довольно близко друг к другу Чтобы лучше нагрузить трицепсы и снизить нагрузку на грудные мышцы Но многие берутся за гриф слишком узким хватом, кроме ущерба для равновесного состояния штанги. Особенно в случае использования больших весов, очень узкий хват может привести к травмам очезапястных и локтевых суставов и сухожилий. Более того, научные исследования показывают, что при очень узком хвате не происходит повышенного рекрутирования мышечных волокон трицепсов. Поэтому берите за гриф хватом лишь немногим уже ширины ваших плеч, чтобы расстояние между вашими кистями составляло от 20 до 25 см. В 9 случаях из 10 бодибилдеры забывают или просто игнорируют упражнения, прорабатывающие медиальную головку трицепса. Это самый маленький мышечный пучок трицепса, но это не значит, что он не важен для общего вида задней части руки. Кроме того, медиальная головка помогает стабилизировать локтевой сустав. Выполняя упражнение с обратным хватом, вы автоматически в большей степени задействуете медиальную головку. Поэтому, если в вашей программе присутствует разгибание рук вниз на верхнем блоке, время от времени выполняйте их хватом снизу. Обычные упражнения делят на два типа. Односуставные и многосуставные. Но в тренинге трицепсов следует учитывать еще и угол руки по отношению к телу. Руки могут располагаться по сторонам корпуса разгибания рук вниз на верхнем блоке. Перпендикулярно корпусу разгибания рук со штангой лежа. Или над головой. Разгибание руки с гантелью из-за головы. Так как одна из точек прикрепления длинной головки трицепса располагается над плечевым суставом, то единственный способ растянуть этот мышечный пучок – поднять руку над головой. Учитывая то, что мышцу нужно растянуть для того, чтобы она смогла силой сократиться, в вашей программе упражнение всегда должно быть одно упражнение по разгибанию рук из-за головы. Тренировку ног вы начинаете с приседаний. Тренировку груди – сжимы штанги в положении лежа. Тренировку плеч – сжимы над головой. Все это многосуставные упражнения. Так почему же тренировку трицепсов вы начинаете с суставного упражнения? Наподобие разгибания рук вниз на верхнем блоке. Ведь в жиме штанги узким хватом или в отжиманиях между параллельными брусьями с дополнительным отягощением вы сможете поднять гораздо больший вес. Конечно, в начале тренировки можно разогреть локти при помощи пары подходов разгибания рук на верхнем блоке с легким весом. Но затем переходите к многосуставным упражнениям, чтобы как следует нагрузить трицепсы. Приберегите изолирующие упражнения с небольшим весом на конец тренировки. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok